привет это подкаст мы ругаем и сегодня будем обсуждать фильм круэлла и тихие тихое место меня зовут гоша берлинский со мной роман корнеев мы представляем интернет-журнал кинокада точка ру и в общем сейчас мы все это будем ругать или возможно хвалить но скорее всего ругать потому что ну такой подкаст роман привет привет я почитал твой рецензию на круэлл она на хвалебная то есть этом хвалишь почти все это чуть-чуть там может ругаешь за скорее вещи которые соединяют круэллу и 101 долматинец и в общем все это со стороны ты хвалишь грубо говоря при этом очень много ругательных отзывов много много смешанных отзывов и в интернете и западных критиков мы в сегодня вообще не сходимся с западными критиками и как дима во мнении но я тоже посмотрел круэлл ты меня попросил и сказал что-то хорошее кино заинтриговал меня и у меня очень смешное впечатление потому что он оно лучше чем как бы ожидалось мной лично но хуже чем хотелось бы потому что да ты ты сравниваешь это в первую очередь с то есть логично сравнивать первую очередь с джокером потому что здесь происходит тоже самая работа с с материалом оригинальным что и джокере только это делается менее тонко отчасти там есть проблемы чисто диснеевские которые я замечаю диски неске фильмах и я часть есть такие проблемы уже не диснеевские такие но у нас ки то есть тут есть очевидная проблема на мой взгляд но на который делал как там делал бэтмена то есть типа ты не знаешь что резать а что оставить и вот это вот прическа курил это разбитое это девиль в которой в конце появляется нужно обязательно и вот этот с пафосом объявить я круэлла девили еще объяснить почему-то или там когда они танцы вывески снимают там хэлл это там и или костюмы которые одеваются круэлла там есть поворотный момент и должен сказать что мы будем спойлерить так что если вы не смотрели то может быть не слушать нас пока что когда месть поворотные моменты когда укрыл случается плохой день и она ну то есть у и стайлы сейчас плохой день она превращается в круэллу и она просыпается на еще утро и уже вся такая в этом шипастом черном костюме с этой тростью начинает махать бить и там даже сам персонажи друзья и и удивляются типа отвечать как-то странно все ведешь ты зачем наш может завтрак на полу наказался но в общем вот это превращение она даже не превращение а вот этот костюм идет какие-то трибуты они прям очень ярко выдержанные и они очень выбивали меня очень выбивали меня то еще а да и что второй диск что диснеевская это то как снято ну то есть только как снято я не знаю почему диснея так часто делать особенно с экранизациями своих мультфильмов она все очень студийно хромакейная стерильная то есть они делают такие декорации не заливают их светом очень очень обильно очень дорогим светом и отчего все становится таким искусственным таким картонным и все очень дорогость сделано но при этом очень искусственно в джокере такого нет джокер нормальная живой живой мир хотя он тоже очень как бы ну аккуратно сделанный очень перфекционистский но вот здесь у диснеев та же самая картинка стерильная что нам в золушке что-то малефисенте что во всем что они делают я не знаю почему не так делают невидимо считаешь так профессионально и вот этот неживая вещь она очень часто работает против фильма и все становится очень театральным прям ну чрезмерно театральным а там еще эмо томпсон который очень классная и ей режиссер дает отыграться то есть вот у нас хорошие 300 покажем все краси то есть решили вообще кстати или кто-то это все монтировал собирал что это вообще придумал продюсерами в общем они позволяют актерам почти всем здесь хорошо раскрыться и это круто но эмо томпсон она театральная актриса и она играет как очень театральная актриса в этом очень театральных декорациях стерильных и это невозможно смотреть я просто не люблю театр в кино мне кажется кино кинотеатр театр то есть я хочу посмотреть театр я буду там в HD театр посмотрю или в крайнем случае на экране вот и это тоже выбивает меня и это тоже в этом она проигрывает джокеру допустим вот это такие две претензии которые у меня есть ты что поэтому думаешь ну по поводу джокера я собственно вредся честно написал что это не джокер и возможно это претензии она в общем лежит в базе ну большинства отрицательных отзывов которых я видел по крайней мере они по большому счету все сводятся к тому что это не джокер я согласен что это правда что этот фильм реально имел возможность стать таким джокером но женским джокером это не первый номер который не сложился в этом направлении ну история про как-то birds of prey как они там хищные птицы или как они называются хищные птицы вот она же тоже про это же там главный недостаток был в этом только если уж сравнивать ну так по серьезному то очень по большому счету сам джокер в общем не на сто процентов джокер тоже это так и мы его так захвалили очень как-то с коронусное кино вот но по большому счету там же есть тоже такие эпизоды которые тоже смело можно было выгнать но там это дальше сделано там вот там есть извинишь ты перебил там есть эти тоже моменты которые очень комиксовые то есть но ты сможем какие-то сценарные базовые вещи они там все там есть по канону там есть этот лечение за архем этом месяц джокер на самом деле ведет себя базово тоже как джокер у него там есть и поклонники которые ходе бегать с масками клоунов то есть это по канону да но в джокер это сделано аккуратнее как-то аккуратнее чему там но она тоже самое здесь именно вот этот очень все выбивается мой взгляд но в хищные птицы там по моему проблем вообще был только сценарии там был просто ужасный сценарий она не просто выбивается она тут вообще не в тему честно говоря ну как впрочем и в джокере то что джокер это джокер главный его недостаток если там если придираться если искать какие-то недостатки джокере то то что так называется ну то есть весь этот арком весь этот бэтмен весь этот кто там еще все это вот это вот я твой сын вот этот вся шляпа она же совершенно фильму не идет ну так очень страшные такие ну типа как это сказать то что вообще это как то что это не нью-йорк как бы это нью-йорк а это не нью-йорк и потому что это то есть это ну действительно фильму не идет тут в данном случае конечно нет такого монолита который бы откровенно перешиб любые придирки все-таки крэйг гелеспи это и не не настолько культовый режиссер чтобы суметь переломить хребет бездушной машине диснея но надо отметить что он сделал все что от него по большому счету требовалось то есть понятно что это дисней то есть нельзя быть снимать одно дело когда ты снимаешь для дисси и про варнеров уже рассуждали другое дело когда тобой с молотком стоят такие миллион продюсеров периодически так по рукам типа куда пошел вот надо отметить что в таких условиях наверно сделал все что было вообще теоретически возможно и наверное это в первую очередь не нравится во вторых я тоже честно сразу признался что это не только не джокер но это еще и действительно такой очень ненужный никому приквел со всеми его недостатками то есть все вот эти вот то что там этих собачек в конце раздали то что вот это дебиль то что вот это хелл то что вот все вот эти вот отсылочки они по большому счету ну это такая дань не тому что нам дали денег просто потому что иначе нам не дали вы денег все мы помним во что такие эти самые игровые экранизации выливаются все помнят про этих как-то этот фильм там про про крыс господи я уже вылетел из головы ясноевский тоже не важно фигня то в чем в том что этот фильм с одной стороны до при теоретически если рассуждать мог оказаться все таки лучше если там выкинуть заставку странную про 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 школу вот это вот ни к чему не обязывающую вот это опять этот коридор мы уже сто раз да кстати господа хочу вас попросить прощения я обещал что нас не будет больше семейного кино у нас опять подкаст про семейное кино увы это так ведь работает без этого никак в общем опять этот коридор опять это школа опять этот удар по морде там от какого-то случайного гопника потом значит ну как это тяжелое детство тяжелое детство до тяжелое там еще есть вот это вот абсолютно какая-то такая рафинированная ремарка в стиле ай-яй-яй крылочку то мы сейчас в угол то поставим а мы будем хорошими девочками вот это вот все непонятно к чему она там было то есть вообще непонятно к чему принципе на самом деле то есть из этого фильма можно выкинуть половину и он ничего не потеряет но оставшаяся половина простите она настолько хороша насколько это вообще возможно то есть представить себе сценарий в котором вот эти два ахламона которые там закат вот эти друзья семья вот это вот круэллы мы же все помним какие они были в оригинале ну они исполняли функцию они такие двое из ларца один дома такой ну такие два идиота помощника которые можно посмеяться да да ну они ни к чему ну то есть это это просто два прихвостня таких которые непонятно зачем они с этой круэллой там вообще она и шпаняет постоянно вообще ведет себя похабно с ними совершенно они почему-то от нее не уходят ну вот такие они негодяйские негодяи им нравится когда от них вытирают ноги знаешь как гиены у там не из короля льва это не были а тут это два абсолютно шикарных сочных таких бритиша почему они разные у них разная роль они эта роль играет то есть они не просто функцию выполняют они часть сценария без ни одного из них нельзя из этого сценария вынуть чтобы он не обеднел это большая редкость дихая редкость абсолютно то есть тот кто писал сценарий этот кто протаскивал это через продюсеров он на самом деле просто гений какой-то так если это самое посудить то вот там ну люди старались люди старались это чувствуется чего не чувствуется во во многих других диснеевских фильмов потому что большинство его ну про ремейки не будем там отдельная история а вот именно вот те фильмы которые ну как бы по более-менее оригинальным сценариям пишется они же все настолько отвяжись то есть там типа типа там такие костыли типа вот в этом месте должен быть панчлайн в этом месте мы должны сочувствовать герою там вот это вот полная шляпа ничего не работает такой там бедный клуни стоит и не знает что ему с лицом сделать вот типичная такая история тут же ничего такого не происходит тут даже в самых похабных сценах они тут есть вот например там где действительно она устроила истерику и там типа кройлу изображает такая а там типа мы не завтракаем и типа работаем короче ты чё офигела то есть сам материал сопротивляется вот этому попытки его как-то это ну загнать куда-то в угол в этот вот диснеевские машины и ну герои настолько живые что они живые вот потому что они живые с ними ничего не получилось сделать это шикарно на самом деле то есть когда такой материал доходит до экрана это уже хорошо тоже прекрасно на мой вкус в наше время так разбрасываться хорошими фильмами нельзя типа я читаю эти отзывы мне же интересно что людям не нравится они такие вот короче это самое вот типа повесточка пусть и ребят сейчас вообще 2021 год но там нет никакой особой повестки там нет особой такой повестки знаешь потом ты делаешь ее практически нет а то что вы придираетесь то что там женский персонаж и мстит причем там как бы мстит она матери своей и простите но то есть тут нет никакой повестки но там может быть это там пара слов она сказала таких знаешь просто актуальных нашему времени но это было всегда во все времена это ничего нормально кстати и насчет персонажа же мы заговорили об этом вообще на мой взгляд эти два друга подельника от этих ее семьи это вообще они даже лучше это лучшее что есть фильм это время вот если говорить о пересмыслении и смотреть на кровь это пересмысление то они получили намного лучше чем сама круэлла плане меня тут переработки материала то есть они реально очень классные да я даже не знаю она больше всего не идет когда она круэлла то есть если бы она оставалась и сталой стала бы классической диснеевской принцессой ей бы гораздо больше это шло заметьте она же там такую золушку играет в общем-то ну ну да это такой два в одном в общем это это не только переосмысление круэллы это переосмысление золушки если хотите у нее есть вот это вот там типа мама мачеха короче вот эти вот папа странный кадром обратите внимание в золушке тоже там такой папа закадровый типа которого как бы нет он как бы есть него как бы нет единственно что тут нет каких-то явных злых сестер но есть вот эти вот как бы коллеги по работе которые вполне выполняют эту функцию они там сначала ее шпыняют чтобы она пол мыла золушка просто золушка вот шикарная диснеевская золушка абсолютно вставная я помню в рецепре этот не написал что-то как-то слову не пришлось но это есть такой момент слушай по поводу антикомикса кстати вот на мой вкус возвращаясь к старые надоевшиеся теме именно вот так в таком виде почему ее стран почему фильм сравнивают джокером ты чувствуешь этот дух противоречия какой-то так он там есть на диснеевском фильме до двух противоречий а чё а чё мы вообще да это шикарный фильм чё это круто мне вообще нравится то что это на самом деле до фильм в середине он начинается и в конце концов это превращается что-то фильм противостояние злодея с злодеями злодейка да то есть и тут сложно выбрать кто из них большой это малое зло и это прикольно это интересно джокере было то же самое ты видел трагического персонажа трассно за злодеем и он против тоже злу только более абстрактном виде здесь то же самое и так это круто для диснея это вообще что-то для современного диснея это очень необычные и вообще говоря именно эта тема вот такая она уже была есть малефицента как бы джоли там тоже зло противостоять еще больше но если их сравнивать ну земля и небо слушайте малефицента всему проигрывала даже там белоснежки охотнику да 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 белоснежка было с чем сравнить там все так стерильненько эти рожки марвелов ские вот это вот вся байда мальчишки 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 было всего не знаю там если взять хорошие моменты мальчишки и собрать вместе 15 будет весь фильм там были какие-то отдельные классные эпизоды но не было чтобы целостно смотрелась реально классно а вторая часть была еще хуже кстати концовка этот тупик на вот кстати вот это или считаю что крыло это тупик то есть то что не сделали то есть это сделали круто они хорошо переработали материал да но вот они пытались связать со 101 далматинец да что там чб вот эти далматинцы короче не знаю но они попытались как-то по подстроить мотивацию крыло и так чтобы это объясняло события 101 далматинца но по-моему это не очень удачно вышло есть даже если захотят сделать крыло 2 это может делать уже классический сюжет из стадии на доносе он не будет так наверно классно работать потому что крыло это сложный драматический персонаж даже в этом фильме и как это можно как ее можно превратить стопроцентную злодейку я даже не знаю это будет как малифициента 2 x ты смотри малифициент 2 я начал смотреть я на даже него даже неносимая отвратительная они они не знали что делать с этим персонажем они ну она там а как бы злодейка но они сделали уже стопроцентно добрый но при этом она должна уже все-таки было быть как-то злодейкой и они знали как из этого вырулить придумали новую злодейку альмафициента там просто ходила там как-то кругами и какую-то и ну что-то разводила непонятную фигню в общем то же самое здесь мне кажется они просто окей в этом в этом фильме не знали что делать персонажем на есть это будет вторая часть то там непонятно что делать скройлой это нужно выйти там уже точно нужно быть гением сценария и гением продавание этого сценария продюсером чтобы получил что-то хорошее они неадекватные с персонажем которые будут делать неадекватные поступки что просто чтобы знаешь значит из случае когда персонажа противоречит сами себе просто потому что ну надо как-то вырылить на конкретные события да такая слушай мне кстати понравилось что вот одно из моментов которые вот прям хорошо описывают что случилось они описывали персонажа у которого щепление личности покрашенная голова кроела и стела вся эта балалайка а в итоге персонаж получился абсолютно цельный бесшовный то есть не получилось никакой шизофрении это это круто на самом деле то есть вот представьте себе если бы у того же нолана внезапно это самый вот этот вот с обожженным лицом господи забыл как зовут вот если бы он внезапно остался цельным персонажем и вот таким вот просто как бы изломанной функции он же до того как он попал собственно к джокеру в лапке он был вполне полно ну нормальным таким до полноценным персонажем а потом стал таким как бы гримом да да поехали человек грим поехавший такой вот а вот вот это переходы вот эти стелла крыла они достаточно бесшовные они достаточно гладкие чтобы настолько что персонажи сами удивляются а чё это ты типа а чё это я ну то есть там как это сказать это круто работает и это очень ну это наверное показатель мастерства в первую очередь постановщика потому что он сумел это все несмотря на там монтажеров которые опять же все под продюсерским каблуком стоят и все это как-то смонтировать нормально но знаешь я тебе скажу по поводу это ж не приквел это не приквел то есть одна из претензий которые предъявляют фильму в том что это не приквел но они говорят это не приквел типа герой не тот персонажи не те повесточка собачки неправильные все неправильно фу это правда не приквел то есть из этого вот та история никак не вырастает вообще как бы они не старались там делать вот эти вот как бы мостики вот это вот потом он что получается что они с вот эти две собачки которые там фигурирует это брат и сестра такой собачий инцест у нас оказывается они же там детей нарожали потом что происходит вот сама и даже вот эта вот фигня что у них там злобные далматинцы на ней этому фильм вообще мы понимаем что там злоба не такая она не прямая то есть вот эти вот противостояния двух м вот бы у нас было две марта теперь две эммы это классно на самом деле это для для жанра антикомикса это уже тема видимо это будут еще копировать не так рано не зря они это сделали то есть они реально у них противостояние как-то глубже идет нежели то есть оно на уровне вот действительно дьявол носит прада когда как бы зло которое не зло то есть такая вот серая логика которая основана не на том что мы просто так сказали что мы типа и хорошие плохие вообще есть только точка зрения тут реально персонаж шо мамы шо дочи он такой глубокий он у них есть конфликты какие-то внутренние они борются с собой то есть та же самая мама она не просто нам судя по трейлеру я думал что там будет вообще шляпа такая типа вот это вот злобная такая начальница которая там машет этим ножом как он был в трейлере я думал что так и будет весь фильм а нет там это маленький эпизод причем очень лаконичный после чего фильме она ее берет на работу то есть ну как бы и они как-то дружат у них какой-то такой броманс там такой начинается при том что они обе как бы не знают что они типа там кто они друг другу вот то есть на самом деле очень классно сконструированный сценарий в первую очередь несмотря на лишние абсолютно всякие фигни на ту же повесточку вот эти вот там давайте квоты еще эти поводим все тоже возмущаются квотами поздно возмущаться раньше надо было возмущаться теперь уже пору все коты наше все теперь вот но при этом сушите все говорят вот журналистка типа не такая ну а чё чем вот эта журналистка плоха вот чем она плоха типа или тот же дьявол носит прада вот это вот к вопросу о ты говоришь а чё делать там на самом деле фильм про моду вот этот вот его можно продолжать бесконечно сериал можно сделать он вообще не ничем не ограничен такая агрессивная история про агрессивную модельершу которая вот так сказать она прям вот такая на пафосе вся такая тема лебедев такой от моды короче почему нет то есть чем это плохо то то есть это нифига не закончено это продолжать надо все ты не согласен а да это можно почему бы нет но мы живем в такое время когда нам хочется сериалов и что мы что на что мы не возьмем на какой материал мы не посмотрим мы такие о из этого можно дать хороший сериал не это именно фильм из него не надо делать хороший сериал он и вообще наверное вот это вот то что нас голливуд приучил к бесконечным сиквелом сиквелов сиквелов и сиквелами погоняет это на дурной тон есть фильмы которые хороши сами по себе они не нуждаются в продолжении ну вот это дело по моему как раз тот случай то есть я закончил это дисней поэтому не стоит быть в этом уверенном они если не сделали продолжение малефициент то почему бы не сделать предложение крови сборы были сколько 200 ляма тут прости господин счетом что там фильм собрал ой суши сейчас надо сделать сиквел фильм которые провалились и я их делают по каким-то там своим не очевидным причинам типа продюсер тогда нужны нужны бабло и они все-таки кого-то уговаривают проинвестировать второй фильм такое часто тоже случается я кстати на если говорить какие-то детали не очевидные то есть мне например не понравился выбор сон трек вообще и но мне понравился марк стронг и это очень вот марк стронг он там как бы весь фильм ходит но просто стоит сегодня хорошо выглядите надо и но но суши и тот кто пригласил ее на тролль он конечно блин большая молодец марк стронга просто не нужно ничего делать можно просто стоять и смотреть и все у него просто по лицу сразу готовый персонаж сразу харизм от это просто он просто стоит и смотрит это в глазах может быть там какая-то там знаешь понимающая жалобность какая-то проскальзывает типа я все понял я тебе сочувствую но не покажу это через свой покерфейс вот типичный марк стронг покерфейс показывать и это очень круто то есть он как-то это роли мы абсолютно плоскую абсолютно вот какого-то дворецкого помощника он делает глубокой просто тем что он сам по себе так уж тем что это марк стронг это круто а саундтрек дворец дворецких всегда так играют обрати внимание кто играет дворецких это почему это кстати кинокомиксом сразу отдает ну потому что вот тут типа есть глав злодея или глав герои у него дворецкий вот это вот вся классика диссишная сразу пошла такая саундтрек да он он банальный он настолько он очень очевидный там там смотри там короче когда они на получать работу то начинает играть нюдэ не на симоне такой типа что а потом в конце начинает играть rolling stones и пати дьявол типа дэвиль и играть симпатия к дьяволу это же выбор песни на уровне типа зомби в армии мертвецов снайдера время выключаться к этому вопросу в общем и в остальные темы тоже какие-то такие были прям пошлые пошлые такие но самые ленивые в плане выбора блин где-то что песня финальная которая главная и она прикольная который играет в форекс продюсеры первых конечно поленились во вторых но они просто отсылочки дьявол носит прада там же тоже такой же саундтрек прямой абсолютно как ну когда был я когда-то будет делать то какая разница ну большая разница ну ну и что что-то классика это это фильм уже лет 15 или сколько и с тех пор эти же прием эти же темы те же треки уже юзались кучу раз друг кучи других популярных фильмов и поэтому же выглядит это банально то есть там это может быть и выглядело это да оригинально в то время но сейчас это уже я тебе все объясню откуда крэг гелеспи он чем известен то вообще кроме не только не надо тоню тоня это фуфел не смотрите тоню ну то не прикольная пара пара эпизодов на трейлер лучше чем фильм до ларс и настоящая девушка и вот как это и другое если я не ошибаюсь какой-то 2000 то лишь шестой то ли вот какой-то такой вот он реально он реально он он формировался как режим с тех пор ничего толком не снял кроме у тони кросс к слову о повесточке ну собственно вот 15 лет назад ну да он до сих пор такой вот может он детскую мечту свою воплотил наконец в виде этого кино про кройлу вот ему кажется прикольным снять именно вот такое вот с максимально пошлой музыкой не знаю я не эта музыка нормально я понимаю что у меня самого эти все треки в плейлисте сидят и ну обрати внимание вообще за последние четыре подкаста мы на музыку жалуемся по моему четыре раза четырех пора уже привыкать видимо к этому хочется чего-то тоньше вот и все наверное это эта проблема возникает слишком много смотришь или просто слишком много смотрел когда-то и хочется чего-то реально свежего то есть кройла в чем-то свежая но в то же время такой вот и понимаешь что это знаешь как называется борьба отличного с хорошим ли как называется как-то фраза вашего с лучшим хорошего с лучшим вот вот крыла это хорошая знаешь но я знаю лучше и вот смотришь это не можешь просто не начинать сравнивать в пользу чего-то другого вот так вот так но это хорошая правда согласен окей давай сравним хорошая с лучшим я не на самом деле бомбит я даже два поста в фейсбуке написал кто меня читает я если пишу о чем-то два раза значит меня бомбит страшно я пишу много и все время разным вот это я сравнил рейтинги что на мдб что на томатах это самое укрыл и и у тихого места 2 и меня бомбит страшно вот тихо место давай в силе это был мой вопрос один из вопроса по тихому месту да но раз мы заговорили почему почему тебе кажется что тихое место у нас ругают а там хвалят и крыла и прямо наоборот наоборот да вы ругаю причем страшно ну да ругают так ругают ну почему почему такая такая ситуация вот я я специально пересчитал тонну абсолютно отзывов там это самое кинокритиков и просто так сказать комментов под фильмами и просто пыталась ну вот 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 реально есть откровенно хороший фильм и откровенная шляпа причем один как это сказать один типа продолжение чего-то уже существовавший второе продолжение чего-то существовавшего один режиссер такой второй руки второй режиссер второй руки один семейное кино другое семейное кино и и один ругают вообще просто в хламину ставят единицы ему просто вот типа зачем я на это пошел короче как это ужасно как это фу а второй наоборот вау это такое amazing вот это вот все вот ну сидел разбирался как бы в издате объяснили людям прошу ты что именно ругают а что именно хвалят западные ну ругают хвалят тихо вместо 2 причем одни те же люди я даже нашел несколько специально текстов одних тех же авторов и посмотрел так как это работает в одной голове вот реально круэлла в основном ругают за то что это не джокер прям так прям текстом это не джокер поэтому эта фигня он тут обещал джокер что происходит второе а второе хвалят потому что все лучше что было в первом фильме она вот попала во второй кто помнит у первого фильма и рейтинги не очень и сборы на самом деле не очень то есть да коротом были хорошие ну миллионов а так сбор это там в общем ну он там в мировом прокате что-то в на старте по моему 30 миллионов собирал собрал тогда а и 30 миллионов сейчас вот прям один-один ну ка сейчас 30 миллионов считается уже очень круто потому что ну к вид там все дела тогда 30 минут было вообще ни о чем но он стоил 15 и то есть это микробюджетный триллер на самом деле типа пилы их надо сравнивать вот в этой весовой категории ну для этого класса кино первое было на самом деле ураганом то есть там было все что нужно для такого рода фильмов там была классная идея идеи там был красный монстрик там была хороший гэг с этим как его как это слуховым аппаратом и там был вставной прикол с гвоздем торчащими и все в этот момент у всех сжалось что называется то есть все что нужно для успеха микробюджетного триллера а сейчас выходит вторая часть и люди такие да да вот все тоже классно как как в первой части только еще лучше я четко понимаешь что это настолько короче в общем для себя сформулировал так это единственный фильм которым к вид подфартил то есть все мастер лимон подгадил а этому подфартил если бы не к вид никто бы так не орал потому что все настолько народ уже готов смотреть mortal kombat смотри какие у него рейтинги у него шикарные рейтинги он отличные рейтинги имеет мартал комбат отличные рейтинги по-моему я не я не читал в твиттере у себя даже даже западные в восторге почитай давай более конкретно да поговорим про тихое место раз мы перешли я его не смотрел но я много читал мнений что это хороший тракцион но просто очень тупой кино прям типа сценарий он невыносимо тупой но типа как развлечение типа хороший саспис и хороший аттракцион так лет что я не понял причем там вообще аттракцион там и первый фильм не было аттракционом первый фильм это была история такая немножко такой тогда все это все все такого рода заходило это были такие немножко очень странные дела ну то есть было много детей учитывая младенца офигительно много детей там были отдельная история была у родителей отдельные у детей там вообще очень много параллелей в этом смысле и ну плюс и это хорошо придумано с точки зрения микробюджетного триллера то есть вот то что они ходят по песочку то что у них там с тварюшка это где-то мелькает за кадром то есть просто хорошо слепленное кино которое хорошо зашло мне самому понравилось я прям в восторге выходил там под финальные титры прямо аплодировал на пресс-показе молодцы ребята классно одна проблема во второй части с я понял что две вещи для себя понял что во-первых товарищи джон красинский абсолютно никакой режиссер ну он вообще актер так ну вот снял все таки фау вот смотрите умеет то есть он вообще никакой режиссер он он вообще не прорежиссуру не знает что это такое он он камеру за него поставил оператор это самый звук записал звуковик актеры что-то сыграли это самое а он такой стоит над всем этим и думать чем не с этим делать теперь вот это самое это первый момент второй момент вот те же самые фокусы которые работали в первом фильме они действительно все перетащили во второй во-первых они не придумали ни одного дополнительного они утром не взяли они такое аптюшев автор решил для себя что он снял терминатор и надо занять теперь терминатор 2 вот у неё там мнение такого уровня. Типа, я настолько круто все сделал, что мне надо сделать то же самое, только в два раза больше. Классический рецепт сиквелов в 90-х, короче, и вот меня прям ждет успех. Он не ошибся. Его зритель его наградил за старание. И в этом отношении, наверное, они сейчас снимут еще и третий фильм. Я на него не пойду. Пусть это кто-то другой пишет. Вот ты напиши. Я что помню с первого фильма, я уже плохо его помню, но я помню, что это, во-первых, когда Карасинский там умирает с собой, и я такой подумал, что не очень понятно, из чего там будет вторая часть. А потом вторая мысль о том, что фильм был как будто снят для того, чтобы показать всем, какая у него классная жена и как она классно умеет играть. Это был такой бенефис Эмили Блант. И второй фильм он такой же, там уже, я так понимаю, красницкого нет, почти нет. И Эмили Блант должна все тащить на себе прям какой-то... И она не тащит. И она не тащит. Вообще не тащит. Ну, во-первых, они их там разделили. То есть до этого эта история была общая, но как бы она так параллельно развивалась. То есть там все эти побеги, вот эта силостная башня, вот эта вот вся история. Собственно, ключевой момент со слуховым аппаратом и радиостанцией такой кружок радиолюбителя там. Вот. Теперь, когда мы во втором фильме, все эти истории, как бы, они были абсолютно закрыты. Ну, то есть все. Дом сгорел, собачки разбежались, как говорится, муж умер. Это, надеюсь, это не спойлер. Вот. Тем более, что он во втором фильме все равно появляется. Какая разница? Вот. То есть это все классно и замечательно, но это все закончилось. Вот теперь мы берем и по второму кругу жуем те же сопли. То есть этот Киллиан Мерфи, который изображает Джона Красинский, причем очень никак. Более того, их еще и поделили. То есть они там одни ушли в одну сторону, другие в другую. Я не устану все время вспоминать несчастных ходячих мертвецов. Вот не делайте так, ребят. Это в сериале работает. Это вот в фильмах не работает. Когда вот эта одна группа пошла налево, другая направо и больше никогда не встретилась. Ребят, в фильмах так нельзя делать. То есть я сидел и дурел просто от того, что там картинка, есть такой эпизод там с Эмили Блант, где она стоит такая и это как это, с ружьем. Женщина с ружьем. Такой у нее образ с женщиной с ружьем. И там, значит, все задыхаются и тут она с ружьем, короче. И вот сейчас будет ключевой момент, кульминация. У нее на лице такое какое-то такое и как будто она вообще не знает, что она тут делает. То есть вот она сидит такая, что я тут делаю вообще? Вот что? А я чего? И она такие дура, стреляй. И она такая бах. То есть там не то, что какой-то конфликт, мотивация, там вообще это все не ночевало. Там даже просто банальная вот эта вот история, типа там периодически пацану, а, там одному из героев тут же в первой сцене перерубила ногу, короче, и он все остальное время просто лежал. Типа очень увлекательный персонаж прям вот. Так вот, он не просто лежал, он сначала верещал, а потом ему наушники надели и он перестал слышать, что происходит вокруг. Видимо, он был таким раздражающим элементом. То есть это настолько если есть какой-то идеальный вариант лишнего персонажа, это он. То есть они вообще не понимали, что бы ему такого придумать, чтобы он уже убрался. Они думали, как в первой серии замочить его, но как-то подумали, что это перебор. Как-то уже две детских могилки из фильма в третьем фильме третий, опаять, нормально, пошли. Потом там же главная история это про то, что это была история про тишину. И меня еще в первом фильме раздражало, что они много болтают. Для фильма про тишину там слишком много разговоров было. Причем таким шепотом таким драматическим они все время разговаривали. Во втором фильме они решили сделать проще. Они вообще убрали все диалоги, там вообще нет диалогов. Просто вот там такие типа пойдем туда, окей. Там просто нет диалогов. То есть сценарист вообще ничего не писал. Он просто писал они идут туда и там победят. Конец сценария. На одну страничку очень удобно. Наверное гонорар получил хороший за это. Смотри. Окей. Протвожай. Да. я просто так я лично для себя так и не понял не получил ответа на вопрос так почему же его хвалят? Почему его хвалят? Потому что ковид. Нет. Это не объяснение. Это просто развлечение. Очень простое развлечение. То есть фильм работает как развлечение и он как работает? Вот Круэлла не работает как развлечение. Она слишком умная оказалась. Все думали что это будет тупое кино про смешную Круэллочку которая не любит няшных собачечек. Все думали что это будет это. Оказалось не это. Оказалось довольно умное кино внезапно. И хорошо сыгранное. А тут народ пришел отдохнуть и отдохнул. Там реально просто вот это это не это не аттракцион это квест такой. Вот именно в классическом понимании. То есть есть комната как как это вот сейчас франшиза такая есть сейчас второй фильм как он там называется не коматозники а как господи людей очередной запирают в комнате и они там попадают в странную реальность зубодробительную. Ну допустим. Типа нас герои идут идут приходят оказываются в бочке короче и там так а вот здесь вот разговаривать можно но только если они не прямо над нами иначе они нас услышат. ты такой окей хорошо это так работает да вот так вот и там все в таком духе абсолютно вот каждый первый шаг то есть там например типа идет персонаж по пирсу короче и тут к нему приходят местные локалс такое нам потом объясняют почему они такие дебильные но не суть не все что произнесено вслух является объяснением на самом деле что многие не понимают почему-то их тут начинают хавать короче местные и они такие берут и так сказать натравливают их тваришек местных на вот этих мест и они начинают их там жрать а что местные идиоты они не понимают что человек может заорать вот типа что почему он не заорет они ему приставили к башке там это самое они его сейчас замочат а он не он орать не будет нет и там все такое оно все такое тупое то есть это ходячие мертвецы такие в рафинированном виде абсолютно то есть мы идем идем куда-то там приходит какой-то остров почему у вас тут так круто на острове ну понимаешь вот они не умеют плавать и ты такой типа это все вот все что вы напридумывали вот с прошлого фильма что вот эти тварюшки не умеют потом этих тварей там дохера ну то есть просто дохера они там постоянно лезут тебе просто вот в лицо непрерывно в первом фильме они мелькнули там два раза под конец только она показалась наконец-то вот это когда там в подвале ну то есть типа они взяли этих тварей нарисовали там миллиард короче во-первых они они оказывается уже все их теперь можно мочить делать что хотим с ними они вообще очень не страшные вообще там практически никого не убивают кроме вот этих вот собственно хмырей на этом самом а почему они хмыри да вот они там дрались за лодки оказывается и вот это вот те самые хмыри которые там дрались за лодки ай-яй-яй а те которые вот не дрались за лодки они попали попали в светлое будущее на этот остров там и там классно живут и дрить думаешь твою мать господи как же это стыдно все очень сложно и стыдно ну я даже не знаю что тебе сказать народу нравится если сравнить тихое место 2 и кинг-конг против годзиллы что из этого умнее ну mortal kombat точно умнее насчет годзиллы не знаю сложно сложно сказать что из этого умнее вот ну просто на самом деле в конге ну хоть какая-то история если она там дебильноватая она как-то не связанная в mortal kombat есть абсолютно канонично пересказанная история саб-зиро и это как-то вытягивает видимо фильм фанатам нравится вот но там в общем весь этот фильм если в нем вообще искать что-то хорошее это вот эта девочка которая собственно которая еще одна Милли у нас в кино много Милли стало внезапно вот есть Милли Бобби Браун это Милли Симмонс вот она она до сих пор такая же как как в самых в очень странных делах такая оттуда вот этого она напоминает вот этого пацана без зубов который как его зовут актера она такая же тоже с кудряшками и лицо такое наш подкаст называется мы не помним того актера но вы поняли да никто не помнит как его зовут это самое в общем она она до сих пор такая же она старается играть но играть нечего вообще вот ей историю вообще не придумали ей сказали так иди вот туда сначала вдоль железной дороги потом вот туда к озеру а потом на тот берег и там у тебя ждет счастье короче и она такая в конце такая как это сказать о типа но она же и в первом фильме о и в втором фильме она должна тоже сделать о и всех победить одним выключателем обязательно это в этой французе всегда так в третьем фильме она уже что-нибудь какими-нибудь какими-то я говорю она как доктор хаос все нормально старый прием озарение ну да наверное но ей не хватает сферного характера вот характер у нее все-таки добрый наверное это ее портит чем-то вот ну серьезно ну я чего ждал чего я ждал от фильма можно сказать наверное это это немножко объяснит почему-то я ждал что-то расскажут про этих тварей нам рассказали одну единственную вещь нам показали кадр над бейсбольным полем летящий метеорит все это все что нам рассказали про этих тварей конец я думал что нам покажут какую-то историю нам историю не показали они просто шли по коридору всю дорогу более того нам показали еще вот этот дебильный абсолютно вставной приквел который day one который в трейлере показали целиком и он да он такой фанатский он отсылает вот этой вот аптеки где все происходит ну там не то аптека не то магазин они там ну собственно конечно же надо обязательно товарищу Красинскому покрасоваться они нам знакомят там с Киллианом Мерфи чтобы мы вообще понимали кто это вот и на этом в общем-то все вся история как бы она вся целиком есть как в случае с этим самым как его господи с зомбями это армия с армией мертвецов да соответственно ну я думаю ну бодрое начало может нам сейчас продолжат нифига нифига вообще нифига то есть такое впечатление что вот весь остальной фильм он представляет из себя такой не знаю последние 15 минут первого фильма только растянутые почему-то на час 15 минут проводили в час с теми же поворотами вот с теми же вот этими в последний момент вбеганиями вот с этими вот а и тут я как бы из последних сил сообразила что вот их там можно победить в общем потому как бомбит романа можно понять что фильм не стоит смотреть вообще слушайте ну люди смотрят людям нравится что я буду отговаривать рейтинги хорошие сборы отличные идите смотрите кино господи что жалко что ли в общем да на этом на этом наверное мы все на сегодня так что лучше не смотрите тихое место это наша рекомендация в следующий раз мы наверное про телохранитель жены киллера но я надеюсь что это будет не семейное кино очень надеюсь это будет семейное кино муж и жена и мы хотели бы выйти там на пенсию и короче это еще один ненужный сиквел который я тебе говорю он как все эти сиквелы у криминальных комедий они всегда плохие типа 9 ядов 9 ядов 2 вот это будет как 9 ядов 2 если помню я очень надеюсь это будет 2 вот ну да 2 2 он был все равно чуть-чуть хуже чем пол один на мой личный взгляд так что да я очень сомневаюсь что будет еще там еще черная вдова и олд шьямалана который время как-то локализовали так время в общем будет что посмотреть но уже ближе к июлю так что до новых встреч да пока до новых встреч